Ну что, всем привет. Наконец-то я вернулась. Я вернулась с пустыми баночками. Я уже очень много провел влог, но у меня в жизни произошло очень много событий. Я вышла на работу, на довольно серьезную работу, серьезную организацию, поэтому у меня очень мало времени для того, чтобы что-то снимать, а только появляется минутка, я стараюсь снимать, но влог почему-то у меня пока не получается, то мне не нравится дата, мне не нравится другое. Ну, в общем, сегодня у нас пустые баночки, собирались они довольно долго, вот, и поэтому приступы не будем затягивать. Первое, что мне попадается, это такая краска Casting Ring Gloss 4102, холодный каштан. Я этой краской пользуюсь уже очень давно, она мне безумно нравится, она столько. 3-4 месяца можно спокойно мне красить, это если вы хотите поддержать тон волос, если вы хотите закрасить седину, она классно закрашивает седину, потому что у меня такой же краской пользовалась мама, у меня есть седина, у меня чуть-чуть, слава богу, пока нет. Что мне нравится, бальзамы хватает на 2-3 раза, то есть мне надо не обязательно покупать специальные шампуни или там маски, бальзамы для того, чтобы поддержать стойкость цвета данного, вот у меня девочка вполне хватает 2-3 раза, что гораздо больше продлевает стойкость краски, но вот в моем случае я крашусь, допустим, раз в 4-5 месяцев. С учетом того, что у меня маяки оставят мои светлые, но так как краска постепенно смывается, почему она смывается сверху вниз, а как бывало раньше, у меня в других красках снизу вверх, то есть середины и концы вымываются, а сама макушка остается такой темной. Очень классная, довольно бюджетная, по-моему, в районе 300 рублей покупала, по сравнению с другими красками, она реально очень бюджетная, очень классная. Так, следующая, вот такая вот литвина для ванны, принцесса, по-моему, мы ее покупали в светофоре, если я не ошибаюсь, либо в семье, либо в светофоре, ну, она там, по-моему, есть. 650 миллилитров, классная, экономичная, бюджетная, без раздражений, для двух девочек, мне зашла на ураг, это именно вот для мазья, такого для игры. Прошу прощения, работа, даже выходные не отпускает. Классный, недорогой, в районе 100 рублей, большой тюбик, ну, для душа просто так, это вообще огонь, реально. Мыло Абсолют, дети разломали. Обычно я покупала в Экспрессе, 55 рублей, классно, круто, покупаю в детский сад, для домашнего использования, мне что нравится, оно с защитным действием, то есть он антибактериальный комплекс, ну, круто, обычно, хорошее мыло. Так, масочки я оставлю на потом, чуть-чуть попозже, именно для лица. Закончилась у меня масочка для волоса Тейван, с витаминным комплексом, грейпфрут и маракуйя. Классное, неплохое питание, но ее единственный минус, она подсушивает волосы, несмотря на то, что она их питает, там все равно она как-то вот, когда ты ее смываешь, она чересчур умывает влагу из волос, я не знаю почему. Именно вот эта вот грейпфутовая маска, 125 миллилитров, в районе 100 рублей покупала, то есть, ну, у кого хороший напитанный волос, у меня сейчас волосы стали сухими, вот я их немножко вот так подвысушила конкретно, вот. На сухие волосы не подойдет, а вот на хороший волос, даже немножко жирненький, будет огонь, потому что она их немножко именно вот, как бы убирает вот эту лишнюю влагу с волос, но у меня она не лишняя. Спирсоль, это кислородный отбеливатель, классный, крутой, в фикс-прайсе покупаю, в светофоре беру, мне нравятся все пятна шоколад, сок, какие-то такие въевшиеся пятна, гуашь вообще на ура отстирывает. У нас был случай дома, поэтому могу сказать, что крутая бюджетная штучка, обалденная, то есть, ну, советую брать. Еще из отбеливателя вот такой вот мистер Диз, пятновыводитель, отбеливатель тоже крутой, его беру в светофорию, он, по-моему, только в светофоре продается, других его не видела. Хорошо вымывает, тоже пятна убирает, им хорошо на сухую одежду, то есть не на, не в стирку добавлять, а именно застирывать. Очень хорошо замачивать, застирывать, убирать тоже на ура. Кстати, им я отстирала белую скатерть после застолья, поэтому вообще огонь. Закончились, заканчивалась моя серия любимых шампуней, леката, буду заказывать еще. Шампунь, бальзам, еще была маска, маска закончилась гораздо раньше. Крутый, у меня был здоровый блеск и объем для тонких жирных волос с природными минеральными витаминами и экстрактами растений. Круто убирала жирный блеск, это был скраб-шампунь, обязательно куплю еще только поменьше объема, у меня был 400 литровый, поэтому маленький, потому что для ежедневного использования мне он не подошел, хотя он, возможно, для ежедневного применения подсушивал хорошо волосы, но не вызвал перхоти, то есть просто сильно высушивал волосы, вот именно поэтому говорю, что повредил, подвысушило волосы. Кондиционер вообще огонь, именно вот кондер, это просто нечто. Волосы мягкие, послушные, слегка уплотненные, такие вот, просто класс. Серия вот эта вот, лекатовская, мне очень нравится, еще у меня была зеленая серия для поврежденных волос. Обязательно я себе куплю для объема, для того, чтобы поднять прикорневый объем, говорю, тоже очень классно помогает, вот. Поэтому, девчонки, кто еще не брал, очень экономичный расход, мне вот этих вот 400 миллилитров хватило больше, чем на полгода, при том, что я пользовалась два раза в неделю, то есть, ну, считайте сами. Стоило каждое средство в районе 400-150 рублей, то есть, ну, по сравнению с другими магазинами, как они, магазинами, брендами, и это намного круче. Посредство для очистки линз и дезинфекции ДНК, в принципе, средство неплохое, раздражение не вызывает, для чувствительного глаз мне даже больше понравилось, чем оптипак, по-моему, или так называется как-то. Единственный минус, очень жесткая бутылочка, ему удобно выливать, а как просто наклоняя, она очень туго льется. Вот, возьму, у меня был 100 миллилитров, тоже довольно экономичный расход, небольшой, с учетом того, что постоянно промывала линзы, вот, мне понравились. Также еще из этой же серии линзы упаковочки вот такие, это Illusion Lens. Я коробочку потом покажу, потому что у меня там еще остались половинки линз. Заказывала на Wildberries, крутые, классные, мягкие силиконовые линзы, не вызывают раздражения, прекрасно надеются в глазки, причем они чуть большего размера, чем сам зрачок, поэтому они более плотно прилегают к глазу. Мне очень понравились, я, кстати, в них сейчас, говорю, вот, вижу все замечательно, и, что интересно, не съедает натуральное цветло. Так, масло. Масло, это коробочка от масла, я про него особо говорить не буду, потому что я его только купила, просто саму коробку выбросила. Вот, это для роста ресниц, восстановления ресниц масла, вот, DNC, я о нем более подробно расскажу позже, когда я его уже протестирую конкретно, но вообще вот по влоге, как раз таки в покупках, там будет более подробно об этом масле и об этой всей истории версии. Вот такие капсулы, кстати, кстати, очень классные капсулы, мне безумно понравились, с учетом того, что я раньше никогда не пользовалась капсулами, я решила попробовать, покупала я их в фикс прайсе по скидке, точнее, как по скидке, по акциям, вот, новая система у них, у клиентов скидки на ценники, то есть, так они стоили 199 рублей, я их брала за 100, 170 с копейками, то есть, ну, дешевле, чем в магните, я помню точно, наверняка, круто стирают, запах приятный, нет такой вот приторности после стирки. Волосы, говорю, вещи мягкие, хорошие, то есть, здесь было 11 капсул, я как-нибудь еще повторю эту покупку, сейчас я сделала просто порошок персил, тоже мне очень нравятся, но эти капсулы мне понравились гораздо больше, потому что меньше заморочек. Так, скраб, скраб, угольный скраб для лица, это фитокосметик, народный рецепт, это клевый, мягкий скраб для лица, но не подойдет тем, у кого есть какие-то мелкие высыпания, воспаления, вот у меня сейчас опять начались после обильного ношения маски, у меня все время, как я нашу мозг, у меня начинает воспаляться лицо, потому что сильно потею и избиваю поры сильно. Вот, скраб крутой, на ровную чистую кожу замечательно убирает все мелкие черные точки, на распаренное лицо, наверное, уберет все возможные черные точки. Вот, при угрях, наверное, если закрытый там подкожник, его можно использовать, он немножко как-то подвысосит, подрастянет, но на ранки, на там серьезные воспаления открытые лучше не использовать, потому что, не несмотря на то, что деликатное обновление, он очень хорошо убирает шелушащуюся кожу, то есть если есть шелушение, этот скраб однозначно ваш. Во всех остальных случаях, ну-ка, попробуйте на любителя, но он вроде хоть и мягкий, но в то же время довольно хорошо скрабирует, то есть у него такой, можно сказать, даже слегка мягкий пилинг, вот, нежели чем сам скраб. Но в целом мне очень понравилась тем более бюджетная вещь, потому что я также брала в фиксе, по-моему. Не помню, зачем брала, но брала, потому что, наверное, потому что у меня был скраб. Так, что еще? Так, крем Хна из фикс прайса, кстати, очень даже неплохая крем Хна. Сейчас я купила себе другую краску на основе Хны, вот. Хватало мне ее, наверное, на недельки-полторы, то есть в целом нормально. Сейчас у меня довольно свои хорошие отросшие волосы. Мне чем она нравилась, она хорошо бралась на кожу. То бишь, если ты аккуратненько прокрашиваешь, не вылазя никуда, у тебя такие-то хорошие бровки, все, свои волоски чуть-чуть подрасчесала и, в общем, уголь. Чего-то 5 миллилитров, хватило мне его на сколько-то, наверное, чуть-чуть, наверное, еще осталось на... Ну, наверное, полгода точно, если не больше, то есть он очень бюджетный, экономичный. То есть тем, кто боится покупать какую-то дорогую краску для бровей или еще, или там, жалко в салоне отдавать 300-400 рублей, это ваше спасение, если у вас свои нормальные брови. Если своих бровей нету, сходите один раз в салон, вам сделают красивую форму Калин Плош, и эта хна вас спасет, потому что она очень легко смывается, ее легко можно смыть, более таким вот каким-нибудь, чем-нибудь масляным, то есть, ну, или там маслом, ну, этим... Или масляной умывашкой, или чем-нибудь таким вот, ну, жирненьким, можно убрать ее легко. Вот, поэтому коробка от ватных дисков, расходный материал. Кстати, вот эти вот для Фрэш, по-моему, я их покупала в Магните, мне надо были ватные диски, и поблизости был только Магнит, но, честно, хоть они и вроде как из стопроцентного хлопка, они расползаются, они разваливаются, то есть, мне такие не нравятся. Мне больше нравятся котовские из Фикса. Вот, поэтому, как бы... Ну, и теперь самое интересное и самое, наверное, долгожданное для меня – это масочки. Потому что больше всего я люблю делиться именно масочками и мнениями о масочках. Первая вот такая вот масочка H2O, и это, по-моему, на основе термальной воды, потому что тут все на китайском. Заказывала я их на Wild Perse, 3 или 5 штук, 150 или 140 рублей, как, короче, как-то в такой ценовой политике они были. Неплохая маска, хорошее увлажнение, прекрасное тонизирование кожи, не снятие усталости, потому что цвет лица не слегка подвыркнулся, но больше, что я заметила, это прям тонус кожи, который... Потому что вода такая немножко холодноватая, может, даже не термальная вода, а даже ледниковая вода. Я просто по-китайски вообще читать не умею, а не говоря уже о том, чтобы как-то переводить. Поэтому мне очень понравилось. 15 минут вполне достаточно, 20 минут, мне кажется, даже... Она, наверное, даже сама по себе не свойства, такой, как при комнатной температуре, немножко как бы охлаждать, схватывать. Поэтому отеки сошли просто на ура. У меня еще таких есть одна любви. При этом при сильных отеках я ее буду использовать однозначно. мини-масочки, про которых я уже говорила неоднократно. Лифтинговые маски, безумно дешевые, 12 или 15 рублей. Саше, 15 миллилитров, я не помню, как это. Это Флоресан косметика. Когда-то я говорила про обновляющую такую маску. Еще кто-то со мной, кто-то там даже спорил о том, что это все дерьмо и фигня. Ну, дерьмо не дерьмо, а именно, то есть, сослались на дешевую цену. Я могу сказать так, одно яйцо, там, немного лимонной кислоты, это если брать осветляющую марку, да, там, пару ложек, может быть, какого-нибудь крахмала, и цена также будет стоить не больше, там, 10-15 рублей за те же самые 15 миллилитров. Поэтому маска рабочая, маска классная, повышает тонус. Лифтинга я не увидела, конечно, но тонус, такое хорошенькое уплотнение, упругость кожи, это дает малышкам. Так, далее, в фиксе, не так давно, может, месяца два, появились вот такие вот масочки различных серий. Это соримо или соримо, как оно правильно, корейские маски, ну, как пишут, что Корея. Это у меня была с алоэ вера, увлажняющая и успокаивающая. Успокаивающая не увидела никакое увлажнение, да, причем легкое увлажнение, потому что я ходила с маской 20 минут, причем не просто ходила, а я лежала, то есть прокатывала валиком, чтобы было более, более лучше питание кожи. Ну, из пяти на троечку, вот так скажем. Увлажнение, да, успокоения нет, потому что как раз-таки использовала ее, когда у меня были активные высыпания, раздражения на лице. Наверное, сок живой алоэ был бы гораздо эффективнее, просто точно на месте, чем вот эта маска. Поэтому, не знаю, не рекомендую. Есть более крутые и более бюджетные, более дешевые. Она, кстати, стоили по 99 рублей. Вот такие патчи, там осталось пару патчей. Это Skinlight, если да, Skinlight, не ошибаюсь. Тканевые патчи. Мне они в свое время очень сильно нравились, очень сильно подходили. Сейчас поближе покажу. Особенно, если их охладить, в холодильнике держала, но в последнее время я перешла на гидрогелевые, и с ними мне гораздо комфортнее, потому что они в ванной находятся постоянно, они уже под действием вот этих вот водных температур, охлаждения, они сами по себе такие немножко холодненькие, их не надо специально охлаждать. Очень, ну как бы сейчас, поэтому я не знаю. Там осталось, наверное, что в 15 их, вот, даже может меньше. Раньше, если вы только начинаете пользоваться патчем или хотите попробовать что-то такое ледненькое, есть немножко, которое там убирает такой вот, скажем так, возрождает скляп, они для вас, эффекты от них суперволнишь дитину, они мне одновременно нравились, потому что у меня не было особых проблем. Сейчас, когда ты постоянно не высыпаешься, когда я ложусь поздно, встаю рано, потому что мне на работу к 8, меня спасают гидрогелевые. Гидрогелевые эти однозначно нет. При сильных признаках усталости глаз, сильных отеках, сильных синяках, каких-то вот опущенностей таких, от этих патчей не ждите ничего. А вот гидрогелевые, да, они действительно хорошо убирают, синяки убирают, и отеки хорошо снимают, поэтому вот так. А вот эта масочка арбутина, это также я заказывала на Вайлдберрисе, маска реально офигенная. Эта маска, по-моему, так осветляет медные пятна, болит с нежелательной пигментацией, смягчает кожу, превосходно увлажняет, восстанавливает и передает коже ровно сияющий тон. Она очень, несмотря на то, что я прочитала, да, что она делает? Она хорошо тонизирует кожу, смягчает, слегка смягчает. Пигментации, не знаю, потому что у меня как таковой нету на лице пигментации, поэтому я не могу сказать, борется она или нет. Восстанавливает, да, потому что у меня была на носу вот здесь вот сухость после болезни, то есть у меня очень сильно сшелушился нос, и после вот этой масочки шелушение прошло моментально. Вот, поэтому восстановление такое это и есть. Сияющий тон не заметила, возможно, потому что у меня еще был такой болезненный цвет лица сам по себе, поэтому, может быть, и не заметила как такового эффекта, но в целом маска классная, поэтому кто не брал арбутин, вот это именно для проблемной кожи считается эта маска, поэтому вы можете брать смело. Так, эту масочку я делала сегодня утром, поэтому могу о ней рассказать, так сказать, из первых уст. Это витаминная маска, мне очень понравилась, прекрасно увлажнила лицо. Если делать ее перед макияжем, она прекрасно подходит в качестве увлажняющих средств, но я сверху добавила еще увлажняющий крем дневной, немножко такой на силиконовой основе, черно-жемчик, о них я расскажу, наверное, попозже, там, в выпусках, именно о своем уходе, уходовой косметике. И просто прекрасная, вот, так сказать, прекрасный холст для нанесения, там, косметики, тональника, всего подобного. Поэтому маска классная. Вот эти маски, именно вот этой серии Name Skincare, мне очень нравятся, и, наверное, если посмотреть мое предыдущее видео, у меня очень много таких масочек, потому что реальные серии мне безумно нравятся, они очень классные, и подходят, наверное, под любой тип кожи, можно подобрать любую под себя. Так, еще одна масочка, это коллаген, по-моему, или не коллаген, а нет, это с морскими водорослями, Алгай, Алгай, или как это так, короче, вот такая история, масочка, это тоже мальчик из Викс Прайса, гиалуроновая кислота с экстрактом морских водорослей, лифтинг и насыщение микроэлементами, ну, лифтинга как такового вообще нет, приятный запах, кстати, единственный плюс у этих масок, у них очень приятный запах, легкое увлажнение, питания абсолютно никакого, небольшой тонус, потому что у меня вот эти вот щечки мои, которые сейчас прекрасно затонированы эскульптором, они у меня чуть-чуть оплотают, бывает, вот, и после этой масочки был такой легкий приподнятый эффект, то есть вот это мне понравилось, а конкретного лифтинга такого, что вот прям кожа подтянулась, этот не было, морщины разглаживает, явно нет, питания нет, вот, повышение тургора кожи, ну, вот, может быть, как раз-таки слегка это и есть, подтягивающий эффект, ну, смутно, смутно, полупрозрачный, взаимодатый, поэтому я такие масочки, наверное, ну, все-таки фиксовские не рекомендую, потому что есть более другие, более подрядные маски, которые реально круто работают, так, еще одна масочка, это вот такая масочка от Stellar Studio, я могу сказать так, я первый раз пользовалась масками от Stellar Studio и сказать, что я приятно удивлена, эту масочку мне подарили в комплекте, в подарочном номере, там, в дневрождении, и меня приятно удивило, то, что это очень клевая маска, у нее очень приятная текстура, вот сыворотки, вот это вот, очень классный запах, чем еще понравились эти маски, они не сползают, не слезают, они моментально, вот, как бы приклеиваются к лицу, эффект у меня, это гиалуроновая кислота, глубокое увлажнение, реально эта маска работает на увлажнение, лицо мягкое, такое вот упругое, приятное, нет никакой сухости, никакого никаких раздражений, в общем, эти маски огонь, и я могу сказать, так они стоят своих денег, потому что сходила посмотрела, сколько они стоят отдельно, да, там, в районе 150-170 рублей, и эти маски стоят этих своих денег, поэтому можно их покупать, и, ну, опять же, есть бюджетные аналоги, но в плане того, если сравнивать цену-качество, то эти маски, действительно, цена-качество равно, хорошо, и не могу сказать, что прям завышена цена на эти маски, потому что, все-таки здесь заявлен один эффект, и он реально выполняется, то есть он достигается под ним применением, поэтому вот так, все, пустые баночки закончились, стабильное время в районе 20 минут, я очень рада, что я вернулась, надеюсь, вы тоже рады тому, что я после долгого перерыва появилась, вот, во влогах постепенно буду, точнее, как со влогами постепенно буду вливаться, возможно, что-то буду искать тематическое, потому что очень хотела реально попробовать ввести какую-то конкретную тематику, разобрать, в данном случае меня сейчас такой вот заинтересовал вопрос, касаемо, так сказать, восприятия и воспитания детей в детских садах и дома, то есть вот этот хочу, немножко изучить, почитать, ты можешь на каких-то там форумах, не форумах полазить, и уже высказать на эту тему свое мнение, ну, почему, естественно, потому что у меня детки, во-вторых, сейчас я смотрю, такие темы стали очень популярны, сейчас стало прямо, вот, идти такое продвижение baby boom, ввести его в любых соцсетях, то есть сейчас многие блогеры, да, наверное, выезжают именно на вот эти тематики, но я хочу немножко посмотреть на это с другой стороны, то есть не в плане, там разбирать там психологию, там еще куда-то вдаваться, а именно просто сделать такой вообще еще вывод со стороны такого стороннего наблюдателя, поэтому все, всем хорошего настроения, всем пока, желаю всем продуктивной недели, точнее как нескольких дней, потому что сейчас Непская неделя, она выходная, вот, кто-то работает, кто-то нет, у нас сейчас на работе сменный график, то есть в том можно подумать, почему это понедельник, и они работают, вот, потому что у нас сейчас сменный график на работе, то есть часть на удаленке, часть работает в офисе, то есть мы меняемся в связи с так называемой ситуацией с коронавирусом, вот, что-то более подробно буду рассказывать в инстаграм, там я больше делюсь своей жизнью, поэтому если интересно подписывайтесь, вот, подписывайтесь также на канал, Аня очень хочет поснимать видео, но сейчас пока не получается, поэтому на выходные будем стараться с Анютой вместе снимать видео, потому что она, она тоже такой довольно творческий человек, творческий ребенок, поэтому ей тоже очень нравится это все делать, так что ждите нас в скором времени с Анютой вместе, поэтому всем пока-пока, всего хорошего, до новых встреч!